В эфире новый выпуск Буклайф, с вами Катя Бахтова, привет! Гость у нас сегодня необычный, читателей у него много, миллион триста тысяч, но то в инстаграме. А вот книга первая. Меня как бы любят, либо ненавидят, хотя я знаю, что я выучил в штифике больных человек. Луи Витон, Шанель, Валентина. Лауреат народного голосования в премии Рунета 2020 в номинации «Кто?» Блогер-миллионник Алексей Житковский. Если честно, я очень давно хотел с ним встретиться, и эта встреча получилась максимально неожиданно через давку толпы, через труд и пот. Я на самом деле уже довольно давно слежу за творчеством Алексея, и, наверное, мне этот человек очень близок как-то в эмоциональном плане. Литературный дебют Житковского интригует «Жизнь одна, подумай а». Так он назвал свою первую книгу. В ней он собрал многочисленные ответы своим подписчикам. Также рассказал о буллинге, о своем детстве и о своем провокационном стиле. Давайте пообщаемся с автором. Алексей, как ваша аудитория отреагировала на ваш литературный дебют? Был ли хейт со стороны подписчиков? Ой, я не слежу на самом деле за хейтом. Я не из тех категорий, которые, знаете, везде пытаются что-то себе высказать. Что-то мне скидывает, что-то нет, но я не могу сказать, что как таковой хейт он был. Ну, мне такого не доносили. Возможно, он и был, разумеется, понимаете, не 100-долларовая купюра. Но, тем не менее, мне такого не доносили. А топ-3 лайфхака, чтобы стать успешным блогером в Инстаграме? Не пытаться стать успешным блогером. Вот это топ-3 лайфхака. Потому что все, кто пытаются что-то сделать, они делают какую-то такую несветную чушь, что она не заходит в попытках. То есть они думают, что так правильно делать, они меняют свою структуру мировоззрения, а на самом деле так, возможно, делать-то не надо. Когда ты ставишь себе какую-то цель, не все ее достигают, все по-разному настроены. То есть, когда ставишь себе цель стать президентом компании, тебе кажется, что нужно пойти, например, здесь по головам, там то сделать, там то. А на самом деле это не так. Поэтому, когда ты ставишь себе какую-то определенную цель, ты ее чаще всего не достигнешь. Когда ты не хочешь чего-то, это с тобой происходит. У меня не было такой цели. Поэтому, ну, я не считаю себя топом. Поэтому, как бы, тут уж такое. А какой урок подчеркнет молодежь, прочитав вашу книгу? Какой урок подчеркнет молодежь? Ну, уроки все были уже в школах, мне кажется. А в целом, просто поймут, что не все так серьезно, как все люди воспринимают себя в головах. Потому что каждый человек, который здесь находится, он считает, что каждая проблема, которая с ним происходит, это у него она самая большая. Что типа хуже ни у кого ничего быть не может. А на самом-то деле это не так. И особенно, я понял из лися, когда я поднялся к своей подруге в Москву-Сити на 40-й, по-моему, этаж, посмотрел на всех людей внизу. Они такие были маленькие, прям совсем, знаете, машинки маленькие, все маленькое. И я понял, что на самом деле столько людей живет и в Москве, и в Петербурге, и у них столько всяких проблем своего геморроя, что мои проблемы – это просто ничто. Это было лет пять назад. Вот. И как бы не нужно забывать о том, что у других людей тоже есть проблемы. Не стоит себя загонять. Вот. Всегда нужно, я всегда делаю, если у меня что-то происходит, я всегда делаю все так, что у кого-то хуже и становится легче. Друзья, наш выпуск подошел к концу. С вами была Катя Бахтова. Пока!